В эфире телеканала Бобрусь к 360. Итоги недели. В студии Вадим Киреев. Здравствуйте. Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. Сейчас коротко о главных темах недели. От социальной сферы до промышленности. Город на неделю с официальным визитом посетила глава администрации президента Наталья Качанова. В новый отопительный сезон безопасно. Сотрудники МЧС проверяют исправность печей в жилых домах. Расскажем, какие ошибки самые распространенные. Чтобы знали историю своего города, «Зефир-ФМ» и Центр краеведения и туризма организовали экскурсию по Бобруйской крепости. От экскурсии по Приднепровскому краю до посещения уникального предприятия по изготовлению газетной бумаги. Пятый областной форум молодых журналистов собрал представителей СМИ в Шклове. Что нам стоит дом построить? Завершен монтаж восьмого этажа эксклюзивной высотки. Ярко и с размахом. Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов отметил День машиностроителя. Дорожный сбор все-таки отвяжут от техосмотра. Минфин готовит новый проект указа. Америка сократит количество беженцев. Сколько задолжал старейший в мире туроператор и что грозит изготовителю таблеток похудения? От социальных объектов до промышленных предприятий. На неделе наш город с рабочим визитом посетила глава администрации президента Беларуси Наталья Качанова. Бобруйск включен в программу ускоренного социально-экономического развития на 2019-2020 годы. Наталья Ивановна подчеркнула, Бобруйск крупный город. Если он будет и дальше развиваться, население начнет прирастать, а значит появится положительная динамика и в демографии. Подробности визита в следующем материале выпуска. Свой рабочий визит в Бобруйск глава администрации президента начала с посещения инновационного учебного заведения. Во время экскурсии по 34-й школе Наталья Качанова обратила внимание на те вопросы, на которых акцентировал глава государства по развитию образования. Это нагрузка на учеников, воспитательный процесс, питание и отношение к спорту. Государственный деятель пообщалась и с самими детишками. А с какого класса вы изучаете английский язык? С третьего класса. Очень нравится. Ну вот хорошо. А белорусская моя вам нравится? Да. Ясно. Ну у вас такая школа красивая, мне очень понравилась. Наталья Ивановна также подчеркнула, в умной школе она была еще в начале строительства. Сегодня же здесь есть на что посмотреть и что отметить. Я хочу сказать, великолепная школа, великолепная спортивная база, хороший коллектив. Поэтому пожелать только этой школе дальнейшего развития. Понравилось вот это сотрудничество с колледжем, где мы увидели историю Бобруйска. На стенах, в каждой рекреации картины замечательные, которые расписаны теми ребятами, которые учатся в колледже, которые есть в Бобруйске. Следующим объектом стал Бобруйск-Агромаш. Накануне машиностроительное предприятие отметило 45-летний юбилей. Здесь на территории промышленного гиганта организовали презентацию сельскохозяйственной техники. К слову, представленные модели – лишь шестая часть всей продукции Агромаша. Сейчас предприятие активно осваивает рынки Африки и Европейского Союза. Прорабатываются контракты с Мадагаскаром, Кенией, Сербией, Швецией и Литвой. Во время визита на Бобруйск-Агромаш Наталья Качанова сделала акцент на общении с рабочими – теми людьми, которые своими руками создают сельскохозяйственный бренд. Также глава администрации президента отметила положительные аспекты развития. Это в первую очередь востребованность техники, расширенная география поставок, рост заработной платы и увеличенные объемы производства. Совсем низкие запасы складские – это очень важно, потому что выпустить можно, как говорит Александр Григорьевич, но важно еще и реализовать эту продукцию. Здесь нет никаких проблем с реализацией. Но что меня особенно порадовало – это, конечно, та работа, которая проводится, идеологическая работа в коллективе. В каждом цеху есть доска почета, информационные стенды, символика нашей страны. Это очень важно. Это даже видно по настроению людей, которые здесь работают. Напомню, Бобруйск относится к 11 городам с численностью населения более 80 тысяч человек, которые попали в программу опережающего развития. После посещения еще одного известного бренда города – «Красного пищевика» Наталья Качанова встретилась с руководителями отделов управления горосполкома. Здесь она напомнила о ключевых требованиях президента. Это содействие занятости, контроль за ценообразованием и обеспечение роста заработной платы. В ближайшее время будет проведено совещание у президента по развитию этих городов. Потому что, конечно, они для нас очень важны. Это и то количество населения, которое есть в этих городах, более 80 тысяч, и перспективы развития этих городов очень важны. Александр Григорьевич, когда ставил эту задачу, он говорил о том, что когда-то мы особое внимание уделили развитию агрогородков, потом областные центры у нас подтягивались и приводились в порядок. Наталья Качанова также отметила. Она подробно ознакомилась с планами по развитию Бобруйска, но хотела бы услышать мнение местной власти, чего не хватает для более динамичного движения вперед. Мария Бересневич, Лилия Шайхова, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Белазы, мазы и волоты. Белорусских тяжеловесов знают и уважают далеко за пределами Синеокой. Одни покоряют песчаные карьеры в Африке, другие бороздят просторы Европы, ну а третьи стоят на защите независимости нашей страны. Сегодня в Беларуси отмечают День машиностроителя. История строительства железных коней в республике насчитывает более девяти десятков лет. Свою лепту в эту хронику и современность машиностроения вносит и Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов. Именно из произведений промышленного искусства нашего предприятия выпускаются знаменитые белорусы. В гостях у машиностроительного гиганта побывала наша съемочная группа. Машиностроение – одна из самых прибыльных отраслей и приоритет для иностранных инвестиций. Сегодня Бобруйская продукция поставляется в 59 стран. В год предприятие производит больше тысячи машин. Все это благодаря работникам, которые считают завод своим вторым домом, а коллектив своей семьей. Она насчитывает 2600 членов. Но в то же время конкуренцию никто не отменял, поэтому производителю приходится внедрять инновации даже в технику, которая зарекомендовала себя как бренд. Хочу вам сказать, что с каждым из вас приятно работать. Все вы очень надежные и талантливые люди. Уважаемые работники нашего предприятия, дорогие ветераны. Убежден, что преданность любому любимому делу, ваш профессионализм и впредь будут способствовать развитию завода. В дружном коллективе, как уверяет руководство, трудятся одни профессионалы. Поэтому и техника Бобруйского предприятия хорошая и долго работающая. За этими двумя качествами продукции внимательно следит Сергей Кудинович. Мужчина – один из старожилов гиганта. На протяжении 27 лет он преданно трудится на благо родного завода. Модернизируются, покупаются многие станки, две линии колес, Титаник и Хойслер. Это как бы все новенькое. От обычного следствия до начальника производственного цеха. Сергей прошел долгий и тернистый трудовой путь, но ни на секунду не пожалел о сделанном выборе много лет назад. Доказательством высокого доверия руководства предприятия и благодарности за неоценимый труд. Специалист был награжден грамотой и ценным подарком. На предприятии умеют не только продуктивно работать, но и хорошо отдыхать. В выставке, концерт, экскурсии. Бобруйский тракторный гигант очень хорошо подготовился к своему профессиональному празднику. Не только для сотрудников предприятий, но и для всех желающих завод представил весь свой модельный ряд. Кто-то фотографировался с трактором, посидел на месте штурмного сельскохозяйственного агрегата, ну а кто-то пришел родным и близким показать, где трудится. Пришли, походили по сыгам, походили, показала, где что находится. Ну, нравится. Мне понравился поездик. Я здесь работаю, поэтому я просто уже решила проводить племянницу, погулять с ними, чтобы показать завод, трактора, чтобы они видели, как мы работаем. Мне нравится именно здесь то, что можно разрешевывать трактора, можно делать почти все, что угодно. Не скучно, весело. В принципе, все, и организация, и то, что можно деткам посидеть в тракторах. Первые лица города также поздравили работников завода с Днем машиностроителя. Многоважаемые машиностроители, от имени городского совета депутатов, от имени городского исполнительного комитета, примите в канун вашего профессионального праздника поздравление. Поздравление и наилучшее пожелание, чтобы ваше, конечно же, предприятие подцветало, чтобы оно работало более успешно. Максим Кембель, Максим Галеонко. Итоги недели. Долгожданное тепло, наконец, поступило в дома горожан. К отопительному сезону 2019, помимо социальных объектов, в которых стало комфортнее еще в понедельник, теперь подключился и жил фонд. Условный метеорологический стандарт для включения отопления в регионе 5 суток не выше плюс 8. Кстати, в 2017-м тепло в жилые дома начали подавать 7 октября, а в детские сады и школы – 3-го. В 2018-м батареи начали греться на 5 дней раньше. Нынешний год и вовсе побил рекорды. Между тем, жителям частного сектора повезло чуть больше. Многие жильцы начали топить печи еще на прошлой неделе. Но вопрос, все ли там исправно. Мария Бересневич отправилась в рейд вместе со спасателями и проверила готовность жильцов к отопительному сезону. Рейд сотрудников МЧС в этот раз пришелся на деревню Щатково. Первый дом по адресу Юбилейная 4 привлекает внимание не только правоохранителей, но и соседей. Говорят, здесь небезопасно. Уже на входе картина маслом. Пепельница возле кровати. Это же как раз причина всех пожаров. Я не пою, не куру. У вас пепельница стоит рядом с кроватью. Это и есть плохо. В одной из половин этой постройки, где и проживает Леонид Александрович, уже давно нет современных благ. Разобрана даже печка. Мужчина обещает, на зиму съедет в город к жене. Да и говорит, если потеплее одеться, в принципе, не холодно. Однако соседка сбоку уверяет, никуда он не денется, в морозы так и живет. Сама Наталья Грибовская уже 4 года не может найти себе покоя. Когда покупала эту часть дома, не предугадала скелет в шкафу. Теперь боится за безопасность внука. Это мое горе, сосед наш. Боюсь. Когда там сын еще к нему приходит, тогда я уже милицию вызываю, потому что там такие драки бывают ужасные. Ну, сейчас более-менее спокойно. Он живет один. Пока не пришла зима, нас не беспокоит. На Масловского, 65, уже с улицы видно, что топится печь. Хозяйка Елена Павловна в своем скромном жилище радушно принимает гостей. Говорит, к отопительному сезону подготовилась еще три дня назад. Тогда и начала пользоваться группкой. Пенсионерка правила безопасности знает. Без присмотра печь не оставляет и постоянно поглядывает за процессом. Вот только батарейку в пожарном извещателе не меняла лет пять. Сяжу, ляжу в телевизор и наблюдаю. А то вдруг я кину, а в угольчики попадут. Ну тут, вон, штуток этот есть. Следующий адрес Масловского, 71. Здесь все как в старые добрые времена. Хозяйка Мария Шереметьева обид готовит в русской печи. Говорит, так блюдо получается намного вкуснее. Холодец поставила варить и бураки. А часто пользуетесь русской печкой? Ну, летом я мало пользуюсь. Зимой да каждый день. Колоритно, но небезопасно. К отопительному сезону в этом доме совсем не готовы. В печи не заделаны трещины и не почищен дымоход. Сын Сергей уверяет, затопили только сегодня. Просто тестируют. Та же ситуация и в другой комнате. Маленький притопочный лист и поломанная дверка печи. К тому же отсутствуют извещатели, плюс еще и неисправная проводка. Но Шереметьевы обещают незамедлительно сделать работу над ошибками. Все мы сделаем. Извините, пожалуйста. И это вот на следующей неделе все будет сделано. Когда градус термометра идет на снижение, проверки сотрудников МЧС учащаются. Внимание инспекторы уделяют домам, которые оборудованы печками и котлами. Статистика доказывает, вопрос исправности отопительных приборов не стоит недооценивать. Если у граждан появляются вопросы или у них есть желание, чтобы пришли непосредственно к ним домой и подсказали, какие выявленные нарушения могут быть, для этого можно обратиться на телефон 112 с такой просьбой, чтобы инспектор государственного пожарного надзора выехал на место, обследовал домовладение и подсказал, если есть недостатки. Этот рейд в Щетково пока только профилактически. Но в каждый дом, где все-таки есть пробелы, огнеборцы вернутся. За повторное нарушение, к слову, жильцы могут получить штраф до 30 базовых величин. А это более 700 рублей. Кажется, устранить недостатки гораздо дешевле. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Тема дорожного сбора актуальна в любое время, несмотря на погоду за окном. Сегодня взымание пошлины подразумевает обязательную ее уплату на весь период действия разрешения на допуск транспорта к участию в дорожном движении до техосмотра. По этому поводу поступают нарекания со стороны некоторых граждан. Среди недовольных пенсионеры, а также те, кто берет транспорт в аренду, мотоциклисты и прочие участники дорожного движения. Действующий порядок не учитывает фактор сезонности использования дорог. Министерство финансов Беларуси готовит проект указа, в котором говорится об отвязке госпошлины от техосмотра, а также возможности оплаты по месяцам. Об этом и других актуальных новостях недели расскажем Дарья. В Минфине сообщили, по новым правилам госпошлина будет взыматься в виде помесячной оплаты за участие транспортного средства в дорожном движении. По заявительному принципу. Значит, это следующее. Если автомобиль не используется, к примеру, зимой, то и платить пошлину не нужно. Граждане, которые ездят постоянно, будут платить налог по пониженному коэффициенту. Размер будет зависеть от разрешенной максимальной массы авто. Оплатить госпошлину можно будет через ЕРИП круглосуточно, в банках и на почте. Нести плату необходимо будет либо до начала участия транспортного средства в дорожном движении, либо не позже последнего дня месяца. Новые правила начнут действовать не раньше 1 января следующего года. Во время переписи населения милиция будет сопровождать переписчиков при посещении неблагополучных адресов. Одна из задач на время предстоящей масштабной кампании – обеспечить безопасность волонтеров. Правоохранители также просят граждан не впускать к себе переписчиков, если у них не будет при себе всех необходимых атрибутов, а именно планшеты и сумки со специальным логотипом, а также документов, служебного удостоверения и личного паспорта. Перепись населения в Беларуси пройдет, напомню, с 4 по 30 октября. Белорусский фильм «Дебют» номинирован на премию «Оскар». Документальная картина рассказывает о театре в женской колонии. Фильм был снят в 2018 году режиссером Анастасией Мирошниченко. Ленту представят в категории «Лучший иностранный фильм». Церемония вручения наград премии «Оскар» за достижения в области кинематографии состоится 9 февраля будущего года в Лос-Анджелесе. Белорусы приходят на электронные жировки. Теперь в столице ПДФ-версию получают уже свыше 25 тысяч жителей. Для того, чтобы платежка приходила на электронную почту, необходимо с паспортом обратиться в расчетно-справочный центр и написать заявление. Минскую услугу заказать еще проще. Это можно сделать онлайн на сайте единого расчетно-справочного центра. С 4 октября в Беларуси стартует перепись населения. Первый ее этап начнется в режиме онлайн. Это, кстати, один из новых способов сбора данных о жителях нашей страны. Но есть и другие нововведения. Например, вопросы. Их количество выросло с 20 до 49. Зачем вообще нужна перепись населения и как пройти ее, не открывая дверь своей квартиры? Об этом и других нюансах процедуры нам рассказала начальник отдела статистики города Бобруйска и Бобруйского района Наталья Семенова. Наталья Васильевна, расскажите, пожалуйста, зачем вообще нужна перепись населения? Перепись населения нужна для того, чтобы узнать картину о жителях Республики Беларусь. То есть, исходя из информации, которую получим при проведении переписи населения, будут строиться прогнозы социально-экономического развития, распределение трудовых ресурсов, строительства, больниц, школ, садов и тому подобное. В этот раз перепись населения будет проходить как-то по-другому. Какие новшества, сколько этапов переписи планируется? Как вообще будет проходить перепись? Перепись 2019 года будет проходить три этапа. Первый этап – это с 4 по 18 октября, с 19 по 20 актуализация базы, которую наработаем, и с 21 по 30 октября. Значит, с 1 по 4 октября по 18 октября. Это перепись интернет-перепись, перепись на стационарных участках и перепись мобильных групп. Что значит перепись стационарных участков? У нас по городу определено 22 участка, где в СМИ уже опубликованы адрес этих участков, куда человек может прийти и переписаться. Перепись через интернет будет проходить по межбанковской индикационной системе. То есть человек входит в эту систему, регистрируется, получает пароль доступа и переписывается через интернет. И еще один – это мобильная группа. Что значит мобильная группа? Мобильная группа – это на средних и крупных предприятиях города мы попросили руководства, чтобы они нам предоставили помещение для переписчиков, указали дни и время, когда переписчик может прийти и переписать работающих предприятий на планшетах. С 19 по 20 актуализация базы, то есть ту информацию, которую мы получили, интернет-перепись, мобильная, стационарные участки, она все уйдет. И останутся те дома посетители, которые пойдут переписчики. Это с 21 по 30 октября. То есть в этот период уже переписчики будут ходить по квартирам, по домам и недостающие адреса переписывать население. Когда приходят люди, сотрудники переписывать население, зачастую наши жители боятся открывать двери, потому что может прийти кто-то другой под видом переписчика. Как отличить именно того, кто приходит переписывать население, от того, кто приходит с какой-то другой целью? Есть отличительные особенности? Переписчики, которые будут производить перепись населения, у них будет сумка с логотипом переписи населения, у них будут удостоверения и планшет, на котором они будут производить перепись. То есть не каждый человек, допустим, или житель нашего города, хочет, чтобы к ему в квартиру или в дом проходили переписчики. То есть он может сесть за компьютер, даже телефон, получить этот пароль доступа и переписать свою семью. Интернет-перепись намного проще и быстрее. Но единственное новшество, не новшество, а единственная просьба к жителям города, что если они начнут переписывать через интернет, то там можно переписывать. В какой-то момент они куда-то отвлеклись, ушли. Информация сохраняется каждые 5 секунд. То есть, допустим, они на каком-то вопросе остановились, они могут зайти через час, через два, с этого вопроса начать перепись, но надо переписать всю семью. То есть муж, жена и дети, то есть домохозяйство, кто в нем проживает. Потому что если мы перепишем только мужа, отправится информация и уйдет адрес. И то есть мы не сможем переписать дальше. Поэтому просьба такая, что если переписывать, то значит переписать по интернет-переписи всю семью, нажимаешь отправить и она уходит. Приходит такой документик маленький, что перепись прошли. И это является основанием того, что интернет-перепись прошли. И не надо ходить ни на стационарные участки, ни на мобильные. И тем более пускать в свои квартиры переписчиков. То есть все можно сделать через интернет, сделать все просто, дождаться смс-рассылки. В какой период будет проходить смс-рассылка? Ну, вообще, я так считаю, я так думаю, что оно будет проходить где-то с 4 по 18. То есть вот этот период с 4 по 18 каждый человек может зайти в интернет и переписаться. После 18 все, доступ прекращен, только переписчики, уже все. Спасибо. На неделе Шклов стал эпицентром творческих идей. Город в рамках пятого областного форума посетили молодые журналисты. В основном это корреспонденты печатных СМИ и студенты МГУ имени Кулешова. Среди участников конференции и наши сотрудники редакции газеты «Бобруйское житё». Для представителей масс-медиа подготовили насыщенную программу. От экскурсии по Приднепровскому краю и пленарного заседания до посещения местной телекомпании и уникального предприятия по производству газетной бумаги. Об обмене опытом и не только смотрите в следующем сюжете. Еще 30 лет назад большую часть информации белорусы получали, купив свежую газету. Уже в те времена читателю предлагали массу печатных изданий. Однако медийный рынок на 100% зависел от зарубежных поставщиков бумаги для печати. Своей у нас не было. Одна тонна тогда оценивалась в 800 долларов. Бывало даже такое, что редакции не знали, смогут они выпустить очередной номер газеты или нет. В 2008-м ситуация существенно изменилась. В Шклове открылся завод газетной бумаги. Старт ему дал указ президента. Это яркий пример импортозамещения. Накануне современные предприятия посетили те, кто напрямую связан с производством, но в творческом плане. Молодые журналисты со всей Могилевской области в рамках пятого форума оценили уникальный изготовительный процесс. Ежегодно завод газетной бумаги выпускает 40 тысяч тонн своей продукции. Этого количества хватает не только для того, чтобы удовлетворить потребности белорусских печатных изданий, но и зарубежных. Сегодня газетной бумагой Шкловского завода «Основа» обеспечиваются редакции России, Украины, Польши, Чехии, а также стран Азии и Африки. На экспорт уходит аж 60%. Сам же производственный процесс здесь максимально автоматизирован. Длится 24 на 7. Чтобы получить, например, одну тонну бумаги, необходимо три куба древесины. Сначала из нее удаляется кора, потом она рубится на технологическую щепу, затем поступает на переработку. Достигаем определенное качество массы, то есть стоит два последовательных рафинера, рафинер отходов, который позволяет нам доработать всю массу, которая была отсортирована, и отбеливаем ее. То есть газетная бумага должна быть, это необходимое свойство имеет, то есть белизна 60%, отбеливаем ее перекисью водорода и поступаем уже на бумагоделательную машину. Проблем с бумагой для печати сейчас нет. Вопрос скорее стоит в квалифицированных кадрах, которые и публикуются на тех самых полосах газет. Немалая часть молодых журналистов, которые и пополняют ряды акул-пера в различных изданиях, выпускники МГУ имени Кулешова. Традиционно форумы проходят с участием студентов именно этого университета. Мне очень нравится, что я поступила именно в Могилевский государственный университет, потому что здесь маленькая группа, и с нами работают преподаватели, и активно работают, нас многому обучают. Многие думают, что если у нас специализация в печатной СМИ, значит мы сидим только на газетах, и нет, это не так. Здесь на форуме перспективные корреспонденты и знакомятся с будущими коллегами, узнают о тонкостях работы репортеров уже не со страниц учебников, и помимо тех знаний, которые они приобретают во время практики. В этом году спикерами, кроме работников печатных изданий, стали и сотрудники медиахолдинга «Бавруйское житё». Нас знают не только в Могилеве, нас знают, как сегодня оказалось и в школе. Сегодня мы, молодые специалисты, передали опыт потенциальным журналистам, которым важно и интересно знать, что происходит. Потому что газеты – это газеты, телевидение – это всегда интересно, телевидение и радио – это всегда интересно именно за кулисье. К слову, работа журналистов нашей редакции во время пятого форума не раз оценивалась на высоком уровне, приводилась изданием области в пример. Кстати, уже 11 ноября именно «Бавруйск» примет молодых специалистов на своей площадке. Здесь пройдет семинар-практикум. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Проблема миграции уже не первый год беспокоит мировое сообщество. Однако пока действенных мер по решению вопроса предпринято не было. В то время как по этой проблеме собираются Генеральные ассамблеи ООН, беженцы все так же пытаются попасть в страны Европы и Америки. О том, как страны своими силами борются с наплывом людей в традиционном дайджесте мировых новостей. Администрация Дональда Трампа предложила ограничить поток мигрантов уже в следующем году. Теперь право на въезд в Штаты получат лишь 18 тысяч человек. Для сравнения, в прошлом финансовом году их насчитывалось около 30 тысяч, а в последний год президентства Барака Обамы – более 110. Одновременно с этим Госдепартамент публикует первые прогнозы. В 2020-м ожидается более 350 тысяч новых обращений о предоставлении статуса беженца и просителя убежищ. Получается, удовлетворить смогут лишь около 5% запросов от общего числа. Обанкротившийся туроператор Томас Кук по некоторым подсчетам задолжал отелям более 400 миллионов долларов. Это уже сказывается на положении туристов. Многим клиентам компании запретили покидать гостиницы, пока долги не будут погашены. Одна из путешественниц, которая остановилась в мексиканском отеле, рассказала, номера постояльцев закрыли, им не давали воду и не разрешали пользоваться Wi-Fi. О прекращении своей деятельности Томас Кук объявила на этой неделе. Компания назвала все путевки недействительными и отменила рейсы. Это коснулось более 600 тысяч клиентов по всему миру. В Китае открыли крупнейший аэропорт в мире. Воздушная гавань Дасин по своей форме напоминает морскую звезду. Он расположен в 46 километрах от столицы Поднебесной. Возведение обошлось казне в 63 миллиарда долларов. Аэропорт размером примерно в 100 футбольных полей строился около пяти лет. Буквально сразу аэровокзал принял первый рейс, и пока он рассчитан на 45 миллионов пассажиров в год, но к 2025 ему сможет принять до 72. По Франции начался суд по делу о таблетках, которые могли стать причиной смерти 2000 человек. В сокрытии побочных эффектов препараты для похудения обвиняют крупнейшую в стране фармацевтическую компанию. Медиатор разрабатывали для диабетиков и страдающих от ожирения. Но с 80-х его принимали даже стройные девушки для подавления аппетита. За 33 года лекарства выписали 5 миллионам человек. Для некоторых они оказались смертельными, поскольку содержали производная амфетамина. Запрещенное вещество приводило к устро-сердечной и легочной недостаточности. Следствие полагает, в агентстве о побочных эффектах знали. Квартиры с отдельными входами и балконы с эффектом 3D. Мы продолжаем рассказывать про инновационный дом в районе Горького, 41. Напомним, здесь будет 19 этажей. К слову, сегодня здесь завершился монтаж 8-го. О ноу-хау высотки расскажет Людмила Любимцева. Особенность первого этажа высотки – 6 квартир с отдельными входами. Впрочем, их будет два. Зайти в жилище можно будет как через подъезд, так и с улицы. Это задумано для того, чтобы в этих помещениях желающие могли заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью у себя на дому. Площадь таких квартир – от 40 до 65 квадратных метров. Стоимость одного квадрата – 1440 белорусских рублей. Данную квартиру можно использовать как и жилое помещение, так же и с выводом вне жилое помещение для организации какого-либо бизнеса. К примеру, парейхмахерская можно осуществлять так же в жилом помещении. То есть это уже способствует, что клиенты могут попадать не через дом в это помещение, а с улицы напрямую. Идем дальше. Еще одним ноу-хау в этом уникальном доме станут эркерные балконы в однокомнатных квартирах. Объемные выступы части лоджии с внешней стороны дома. Они будут иметь форму прямоугольника. За счет этого в комнату попадает больше света. Внутри квартир эркер напоминает балкон без перегородки и визуально увеличивает пространство. Выносная панель балкона пола и также потолка вынесена на 30 сантиметров от наружных стен жилого дома. То есть что это дает? При остеклении его это будет вид 3D, то есть вид в три стороны. Площадь эркерных балконов 6 квадратных метров. К слову, из окон высотки будет открываться живописный вид. Глаз приятно порадует и зеленые насаждения, и колорит городской архитектуры. Уважаемые бобручане, приглашаем вас посетить строительство дома под своими глазами, посмотреть, как ведется строительство и посмотреть этот прекрасный вид. На сегодня строителями смонтирован восьмой этаж дома. Определяется подрядчик на поставку окон. Решается вопрос подрядчикам по системе отопления. Кстати, о тепле. Высотка будет энергоэффективной. Это неудивительно, ведь здесь трехслойные панели с утеплителем внутри. Дом получится, конечно же, теплым. Панели произведены заводом, качественные, с качественной отделкой, утолщенные 35 сантиметров. То есть дом будет довольно энергоэффективный. Продолжаются работы по электрике. Происходит разводка по панелям, по готовым на заводе уже штробам изначально. По всем интересующим вопросам касательно строительства и приобретения жилья звонить по телефону. Плюс 375 29 339 51 52. Плюс 375 29 691 2 0 60. Людмила Любимцева, Андрей Богдан. Итоги недели. Накануне весь мир отметил Международный день туризма. Сегодня это один из стремительно развивающихся секторов белорусской экономики. Процветает и туристическая привлекательность Бобруйска. Ежегодно тысячи гостей из ближнего и дальнего зарубежья приезжают в наш город. Промышленный и медицинский, деловой и культурный, спортивный и религиозный туристические направления семимильными шагами развиваются в нашем регионе. Однако главным видом туризма остается все-таки экскурсия. Гиды, историки и краеведы – это те люди, которые рассказывают и показывают известные и не очень страницы истории Бобруйска. О работе не ради славы Максим Кембель. Бобруйская крепость, порт Артур и легендарная социалка. Тысячи гостей из самых разных стран приезжают в Бобруйск, чтобы окунуться в его неповторимую атмосферу. Но кто же лучше расскажет про историю и покажет самые главные достопримечательности, как не экскурсовод? О людях, которые влюбляют наш город, расскажем прямо сейчас. Тысячи вопросов об истории города и его достопримечательностях. Светлана Семченко – человек, который расскажет и покажет вам Бобруйск, каким вы еще его не видели. Бобручанка по рождению и экскурсовод по призванию. Вот уже на протяжении 27 лет наша героиня проводит различные туры и экскурсии, рассказывает детям и взрослым об известных уроженцах Бобрущины. И самое главное – воспитывает любовь к своей малой родине у подрастающего поколения. И, конечно же, по большей части, так как я работаю в детском центре туризма и краеведения, это экскурсия для детей, для нашего молодого поколения. И вообще моя такая задача или девиз, чтобы дети, которые уезжают из нашего города, как можно больше знали о своем городе. Светлана не только экскурсовод, аттестованный профильным министерством Республики Беларусь, как и в Бобруйске только три, но и методист центра краеведения, туризма, экскурсий детей и молодежи. Элементы дополненной реальности – мобильные приложения, учреждения идут в ногу со временем, чтобы экскурсии проходили познавательно и интересно для детей. Центр занимается не только традиционными видами туризма, но и спортивными, и даже экстремальными. И как покорить горы тут тоже знают. Помощь будущим экстремалам – два скалодрома. Для детей главное в экскурсии, чтобы состоялся показ, рассказ, и рассказ должен быть интересным. И, кроме всего, конечно же, должны быть присутствовать такие на данный момент формы, которые бы были понятны современным детям. Ну а теперь переключимся с детей на более взрослые вопросы и продолжим наш разговор про туризм по-бобруйски. Если еще пару лет назад туристы приезжали, чтобы увидеть архитектурные достопримечательности Бобруйска, то уже сегодня предлагается масса новых направлений. Производственный и медицинский, пешеходный и велотуризм – каждый обязательно найдет что-то для себя. Бобруйские чиновники уже давно поняли – туризм – весьма прибыльная сфера. Доказательство тому внимания, которое уделяется городскими властями развитию этого вида культурно-экономической деятельности. Новым толчком стала сессия Горсовета, которая прошла в середине сентября. На ней были подведены итоги работы отделения спорта и туризма Горисполкома, намечены цели и самое главное – найдены решения, как увеличить экспорт и импорт туристических услуг. Но даже сейчас нам есть чем похвастаться. Чаще всего город посещает туристы из Российской Федерации стран Прибалтики, Израиля, Германии. Наибольшим спросом среди иностранных туристов, прежде всего, россиян пользуются санаторий города, который привлекает оптимальным соотношением цены и качества оказанных услуг. Кульминацией Дня туризма стала экскурсия по Вобруйской цитадели. Это и неудивительно. Она является главной достопримечательностью нашего города. Фортеция к своим 225 годам видела и Отечественную войну 1812 года, и приезд императора Российской империи, и крещение белорусского классика Дунина Марцинкевича и немецких оккупантов. Сотни людей пришли и погрузились в историю легендарной крепости. Бобруйская крепость – это один из главных историко-культурных объектов на территории нашего города. Он входит в топ-7, топ-50 объектов самых известных на территории нашей Белоруссии. И, конечно же, мы считаем, что каждый житель города Бобруйска обязательно должен знать о истории нашей Бобруйской крепости. Тысячи туристов, разнообразные экскурсии и известность далеко за пределами республики. Бобруйск – один из туристических центров Белоруссии. Город, который гордится своей историей и готов поведать о ней всему миру. Максим Кембель, Максим Галеонко. Итоги недели. На этом мы заканчиваем свой выпуск. С вами был Вадим Киреев. Увидимся в следующее воскресенье в 20.30. До встречи и хорошей трудовой недели. Субтитры создавал DimaTorzok